Губернатор Краснодарского края требует. В работу по противодействию незаконному обороту фальсифицированной алкогольной продукции должна включиться каждая служба. И тогда не надо будет говорить о выявленных тоннах суррогата. Надо не допускать его появления на прилавках магазинов. Больше других этому злу подвержены курортные территории. В Анапе усилия объединили полиция и администрация. В ежедневном режиме работают мобильные группы. Начиная с 2013 года из оборота изъято 604 тысячи литров левого алкоголя. Но с каждым сезоном он вновь отравляет жизнь курортной Анапе. Но сегодня все равно, все равно мы говорим о том, что тема эта процветает. Значит здесь должны работать все. Потому что Андрей Анатольевич будет приезжать забирать у него каждый день по 150 литров, оштрафовать его, ну и так далее. У нас есть и КУМИ, и Роспотребнадзор, все. Просто нужно правильно готовиться к этому курортному сезону. Лицензии на реализацию алкоголя на курорте имеют 594 объекта потребительской сферы. Главный анапский полицейский предлагает тщательнее контролировать их деятельность. Вопрос остается по торговым точкам, которые имеют лицензии на торговлю алкоголем. И зачастую такой же алкоголь, который продается без лицензии, тот же самый мы видим в этих же торговых точках. Опять сзади эти краники, опять там эти усилители вкуса, все. Это не алкоголь, контрафакт, честно. Надо изымать и ставить вопрос о лишении лицензии. Проблемным, причем в масштабах всей Кубани, остается вопрос с хранением и уничтожением фальсификата. Глава Анапы ставит задачу – сформировать свои предложения и выйти с инициативой на край, а на местном уровне усилить работу мобильных групп. Заместитель главы Анапы Эдуард Балмашев видит решение в укреплении состава таких групп, например, специалистами Роспотребнадзора. Сегодня у нас законодательство, только они могут на 90 суток приостановить деятельность объекта. Вот мы попросим их помощи в этом вопросе, чтобы при выходе на объекты, если объект нарушил законодательство по алкоголю, значит будем как-то пробовать приостанавливать деятельность объекта. До курортного сезона есть время на то, чтобы найти реальные методы борьбы с нарушителями закона. Редактор субтитров А.Семкин